Я могу не смотреть, вот я вот смотреть, я на вас смотрю, а я вижу, у меня уже так выработался. Она может вязать с закрытыми глазами. Петля за петлёй и дня через три золотистый палантин будет завершён. На тапочки времени уходит гораздо меньше. А вот то, что у меня в руках, это сколько по времени занимает? Два дня. Квартира Капитолины Вершининой очень похожа на музей вязания и вышивки. Всё сделано своими руками. Картины, ковры, дорожки. Заниматься рукоделием она начала ещё в детдоме, куда попала после блокадного Ленинграда. Но с головой погрузилась в это дело в 70-х годах, после трагедии с мужем. У меня муж разбился в 70-м году. У меня осталось пятеро детей, ворони все. Ну и что, пришлось, чтоб с ума не сойти. Вязание даёт очень успокоение. Я забываю, что мне тяжело, что не хватает денег. Рукоделие не только спасало от психологического потрясения, но и помогало одевать семью. Тапочки, кофты, шапки и даже пальто. Всё это Капитолина Алексеевна вязала в большом количестве, пока дети не выросли. Сейчас творит уже только для души. Регулярно участвует в выставках и знаменитых енисейских ярмарках. А в этом году пенсионерка начала осваивать компьютер. Записалась на бесплатные курсы и теперь изучает интернет. Для рукодельницы это возможность себя показать и на других посмотреть. А знаете, тут столько много вязания, столько много показывают картин. Притом я внесла в своих 52 картину, сейчас я покажу. И я свой адрес дала, что пускай кто-то заинтересуется моим рукоделем, пускай приходят. Ещё одна страсть рукодельницы – гармошка. И попробуйте догадайтесь, что в этом году Капитолине Вершининой исполнилось уже 78 лет. На курорт меня послали грязью, говорят лечить. У нас грязи здесь хватает. Раздевайся, да, ложись. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.